Говорят наши мудрецы, что человек по природе своей стремится к богатству. И поэтому вероятность того, что он приступит за пред тора получать проценты содолженных денег, весьма велика. Одалживая под проценты, заимодавец думает, что дает деньги по доброй воле и оказывает другому человеку большую услугу. А тут радуется, что он нашел человека, который может одолжить ему нужную сумму, пусть даже и под проценты. Заимодавец успокаивает себя тем, что не совершает явного обмана или грабежа и не боится быть опозоренным в глазах общества. Так что яйцарая, злое начало, может очень быстро соблазнить человека нарушить этот запрет тора. И именно поэтому тора проявляет особую строгость в попытке взимать проценты содолженных денег. Трижды повторяя этот общий запрет и подкрепляя его множеством частных запретов. Так, дающие заем под проценты, приступают шесть таких запретов, получающие его три. А секретарь, составляющий долговое обязательство, свидетель и поручитель, приступают по одному запрету каждый. Даже если берущий деньги в долг добровольно предлагает вернуть взятые деньги с процентом, заимодавцу запрещено принимать его условия. Даже тот, кто только указал нуждающемуся в займе, где он может получить деньги под процент, или подсказал заимодавцу, кому он может одолжить под процент, тем сам приступает один запрет тора. И еще сказали наши мудрецы, что дающий деньги в рост не воскреснет, когда все вышли вернет к жизни всех мертвых. Так почему тора так строго относится к запрету давать под проценты? Торе противна самой идее использования займа для получения финансовой выгоды. Согласно торе, человек должен получать все необходимые ему блага, только если он этого заслужил своим устным или физическим трудом. Но прибыль, которую получает человек с процентов, это незаслуженный заработок, так как в этом случае, чтобы получить эту прибыль, он не приложил никаких усилий. Человек рожден трудиться, и этот труд должен приносить пользу самому человеку и окружающим его людям, и не быть паразитом, живущим за счет других. Более того, поскольку цель тора – морально возвысить людей, закон о процентах с этой точки зрения занимает особое место в общей системе моральных правил и помогает человеку достигнуть более высокого уровня сострадания и сопричастности к нужным и чувствам окружающим его людей. Тот, кто нарушил этот запрет и взял процент содолженных им денег, обязан вернуть их, если хочет, чтобы Всевышний его простил. Запрет нарушается даже тогда, когда кредитор, отложивший деньги без процентов, просто просит ложника оказать ему какую-нибудь услугу взамен продления срока займа. Запрет нарушает даже тогда, когда должник, возвращаясь заем, по доброй воле прибавляет к нему известную сумму, что не было говорено заранее, и не говорит, что это проценты. Кредитор, помимо одолженной суммы, не имеет права принять даже подарок. Тора запрещает также давать и принимать подарок, который еврей, нуждающийся займе, дарит тому, у кого потом собирается одолжить деньги. Такой подарок называется проценты в аванс. Не разрешается обходить запрет взимания процента различными хитрыми путями. Например, договориться дать условный подарок вместо одолженных денег, говоря, например, я даю тебе подарок в 100 шекерей с условием, что ты через определенное время в ответ подаришь мне 120 шекелей. Запрет взимания процента распространяется не только на денежные суды, но и на вещевые займы, продукты питания, промтовары и т.д. Например, женщина, одолжившая кругу у соседки или торговец, взявший товар взаимы у другого торговца, не обязаны возвращать большее количество товара, чем они заняли. Если, скажем, Роу Вен, одалживает Шимону деньги на определенный срок ради того, чтобы через некоторое время Шимон одолжил ему большую сумму на тот же срок или ту же сумму на большее время. Это заем под проценты в полном смысле слова. Однако между авторитетами Аллахи и еврейского закона нет единого мнения о том случае, если Роу Вен пожелает потом получить от Шимона точно такой же заем на точно такое же время. Тем не менее, стоит избегать этого тоже. Кредитор обязан остерегаться получения любой пользы или услуги от своего должника без его ведома. Однако должник, если того пожелает, может оказывать кредитору любые услуги, если он не делает это исключительно в знак благодарности за полученный заем. Если же кредиторы – должник добрые друзья, постоянно помогающие друг другу, то они могут оказывать друг другу услуги. Со своей стороны, должник не должен оказывать своему кредитору большего почета, чем раньше. Это касается даже такой мелочи, как приветствие первым. Если раньше должник не здоровался с ним всегда первым, после получения заема он не имеет права изменить свой обычай. В среде региозных евреев даже простое слово «спасибо» за должные деньги считается содержащим намек на выдачу процентов. Поэтому предпочтительная форма благодарности – то удостосят и новые заповеди. Если вы не помните точный размер своего долга, вам разрешается вернуть более крупную сумму. Проблем взымания процента здесь не возникает, даже если затем выяснится, что в действительности вы заплатили больше, чем взяли. Все сказанное выше – лишь примеры того, до какой степени надо остерегаться и нарушить запрет о процентах. Поэтому, занимая или одалживая деньги, следует проконсультироваться с авторитетным раввином о том, как оформить займ и как возвратить долг, чтобы избежать даже малейшего нарушения запрета Тора. Еврей всегда обязан помочь своему ближнему. Если можно оказать безвозвездную помощь дзака, то надо оказать ее, исходя из своих возможностей. Когда другой еврей просит взять в долг, и мы можем ему дать, то нельзя отклониться от этой заповеди. Одалживание не унижает достоинства человека, поэтому часто оно даже предпочтительнее дзаки. Есть лишь один способ – одалживать деньги, когда кредитор получает сумму больше, нежели та, которую он дал. Это случай, когда заем пускается в оборот, а должник делится прибылью со своим взаимодавцем. Условия, позволяющие так поступать, называются арамейским термином «эдер-иска» – разрешение на ведение дел. Однако в оформлении такого займа и исполнении его условий есть множество тонкостей, поэтому тот, кто желает вступить в такие отношения, имеет только одну возможность – обратиться к раввину и составить этот риск под его руководством. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok